В Одессе шесть вечера вы смотрите новости на седьмом канале. В студии с вами Игорь Буренко. Добрый вечер. Служба безопасности Украины провела обыски в офисе регистра судоходства Украины. Правоохранители установили, что одесская компания Манчестер Шиппинг С.А. незаконно использует судно Рута. Ранее теплоход принадлежал госпредприятию Одесский морской порт. На основании договора аренды его передали иностранной судоходной компании. Однако в 2017 году злоумышленники подделали разрешительные документы и стали нелегально экспортировать на судне топливо. Оскільки добровольно компания Манчестер Шиппинг відмовляється повертати судно з борьбового чартера, на сьогоднішній день вимушені вживати таких заходів. Рішення щодо повернення майна на користь ДП Одесский порт було ухвалено морською арбітражною комісією ще у вересні 2014 року. Затримання відбулося судно за повідомленням МЗС України в травні-квітні 2017 року. Таким чином з того часу до моменту затримання компанія Манчестер Шиппинг не виконувала рішення, а наразі відповідні дії вживаються також на території Лівії. Було заарештовано українське судно «Рута» і 14 українських моряків громадян України. Ми знайшли цю офшорну фірму, яка незаконно підробила документи, ми вилучили ці документи, ми проведемо експертизу, передамо їх, що Україна як держава не порушує санкцій, що Україна законослупняна держава. Почали розбиратися, з'ясували, що судно незаконно. Судно належить Міна інфраструктури і незаконно було передано фактично в оренду. Судно «Рута» сейчас знаходиться в Лівії. Його задержали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Открыто уголовне производство ведеться следствием. Всю минувшую неделю из-за ветра на автомобилі падали ветки деревьев. На этой с крыш домов стал слетать шифер. Один такой кусок повредил машину, припаркованную на улице Пушкинской. Подробности у моей коллеги Мишель Арманд. Стихийный древопад в Одесі ще не прекратился, но к нему присоединился шиферопад. На Пушкинской кусок крыши пробил лобове стекло машины. К счастью, от падения фрагмента шифера пострадало только авто. Постоянно летят какие-то осколки. Вот сегодня чудом две девочки, чудом, это пролетело, разрубило бы им головы. Такая опасная ситуация сложилась из-за огромных деревьев, растущих возле дома. Их ветви спадают на крышу жилого здания. Проблема с плотанами давно. Если вы видите, огромные ветки не только на этой части дома, но и на той. Мало того, что мы мучились, у нас задувало дымоходу, нашел угарный газ. Жильцы дома 39 по улице Пушкинской обращались с просьбой спилить ветки во все возможные инстанции. На балансе этих деревьев нет. Выросли сами, подрезать их никто не будет. Но мы проконтролируем, передадим заявку в ДЭС. Говорят, ДЭС передал в ЖЭК и так по кругу. За пять месяцев ничего не сделали, а теперь новая угроза. А ведь на Пушкинской оживленное транспортное и пешеходное движение. Будем ждать, пока разрубят кому-то голову. Может быть тогда что-то произойдет. А тем временем любой порыв ветра может привести к трагедии. Мишель Арманд, Валентин Мирза, Седьмой канал. Одесскому моряку грозит смертная казнь в Иране. Андрея Новичкова обвинили в убийстве еще в феврале 2017 года в Тегеране. Спустя год дело дошло до суда, однако без вмешательства межгосударственной комиссии доказать невиновность не получится. Так считают родственники Андрея. Друзья и просто неравнодушные одесситы создали официальную петицию президенту и вышли на флешмоб в ее поддержку. Подробнее расскажет мой коллега Александр Кац. Друзья, родственники и просто неравнодушные одесситы вышли на флешмоб в поддержку петиции президенту в защиту Андрея Новичкова. Дело переходит в Тегеранский суд и остается мало времени на доказательство невиновности. По словам близких моряка, они рассчитывают на договор о взаимопомощи в уголовных делах между Ираном и Украиной. Согласно данному договору, личное дело судебное следствие и сам Андрей Новичков по проведению суда может быть перенесено из Ирана в Украину. Для этого необходимы действия со стороны Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Украины. Однако отдать команду, точнее вызвать эти действия может только президент Украины. На официальной странице интернет-представительства президента Украины петиция за 6 дней набрала уже немало голосов. 3000 с лишним неравнодушных поставили свои подписи, но нам надо 25 тысяч. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным, которые могут поставить свои подписи. Мы не деньги собираем, а подписи, чтобы сайт зарегистрировался официально. Без 25 тысяч подписей сайт существует, но он не идет в работу. В поддержку Андрея выступили как семьи моряков, так и одесские организации. Мы должны, скажем так, отстаивать судьбу наших соотечественников. Мы не должны бросать их в беде. И Андрей должен знать, что он сегодня не один, что вся Одесса, и молодежь особенно, мы вместе с ним. И мы будем всегда, и делаем сегодня все для того, чтобы он был на свободе. Иначе, если молчать, просто ничего не будет происходить в нашей стране. Вот, допустим, за наших моряков родных мы болимся уже почти 3 года. Ну вот, и пришли к ней, мы понимаем эту боль, пришли поддержать вот другое горе. Весной этого года Андрея выпустили из-под стражи. Сейчас он ожидает суда на попечительстве консула Украины и выходит на связь с родными почти каждый день. Мне 81 год, он меня спрашивает, как ты себя чувствуешь. Я говорю, отлично. Я хочу тебя только видеть в проеме аэропорта. А остальное, могу закрывать свои глаза на веки вечные. Мне нужно, чтобы ты вернулся домой, чтобы у тебя все было хорошо, тебя все ждут. Подробнее о судьбе Андрея Новичкова смотрите в итогах недели с Еленой Крылатовой в субботу в 20.00. Александр Кац, Алексей Филиппов, 7 канал. Не прошла пожарную проверку школа номер один в Татарбунарах. Об этом заявил председатель Одесской ОГА на своей странице в Фейсбуке. Если бы пожар был реальный, произошла бы трагедия, написал Максим Степанов. По его словам, ответственный за пожарную безопасность завхоз искал огнетушитель 10 минут. Попытка им воспользоваться была не менее драматичной. На видео один из преподавателей в попытке воспользоваться огнетушителем залил пеной окружающих. Досталось и председателю ОГА Максиму Степанову. По словам Максима Степанова, спасатели приехали через 20 минут. Он пообещал жестоко реагировать на увиденное. Бунт на улице Семена Полея, бывший Днепропетровской дороги. Местные жители возмущены последствиями прокладки теплотрассы возле зеленой зоны. Утверждают, коммунальщики спилили зеленые деревья и создали угрозу обрушения жилых домов. В ситуации разбиралась наша Надежда Бондаренко. Когда-то на этом месте были красивые зеленые деревья. Их сажали местные жители собственноручно. Сейчас здесь зияют сплошные пеньки. Люди утверждают, деревья спилили коммунальщики ради прокладки теплотрассы. Но вот они сомневаются в законности таких действий. И убеждены, зелень можно было сохранить. По словам местных жителей, работы по прокладке теплотрассы начали около трех месяцев назад. Котлован должен был идти ровно вдоль дороги. На зеленую зону не заходить. Но на этой неделе коммунальщики стали активно пилить деревья и рыть рядом яму. Деревьям 25 лет. Деревья старые, но они живые, красивые. Вы посмотрите, что осталось там и что теперь здесь будет на этом месте. И запланировали срубить 15 деревьев. А где наши дети, где наши внуки должны гулять? Недавно проводились тут реконструкцию. Поставили магазины, сделали прекрасные дорожки, скамейки, фонари. Дети с родителями. Прекрасно проводили здесь время. Мы только не могли нарадоваться. Высаживаем цветы возле дома. Ну, тень. Прекрасное место было. Зачем сейчас это все рушить? Какой же тогда проект, если сделали одно, а сейчас начинают рушить другое? Председатель группы СМД переживания людей разделяет. Говорит о проекте, знает. Прокладка теплотрассы действительно необходима. Но делать все нужно было по-другому. Вопрос стоит один. Почему немножко вправо, немножко влево. Как-то сделать так, чтобы можно было оставить большую часть зеленой зоны. И самый большой вопрос их настораживает, что когда зароют потом эту трассу, то вполне может логично получиться так, что на этом месте уже ничего зеленого не будет, а возникнет какие-то вот такого плана строения. Помимо новых торговых павильонов, на месте деревьев опасаются и обвалов жилых домов. Ведь строительные работы ведутся на значительной глубине. Есть такой технический вопрос. Чем чревато для нас такое углубление и такая ширина котлована? У нас 14-этажные дома. Ну, наводнение, там как часто у нас в Одессе ведро воды и мешок снега. Вы понимаете, что это потом где-то что-то будет обмываться, обваливаться. У нас не делается это за три недели. Поэтому я, допустим, переживаю даже больше для состояния моего дома. Отмечена территория и развешено уведомление о проводимых работах. А председатель одного из местных ОСМД показал нашей съемочной группе ксерокопию разрешения от горзелинтреста. Она спил девяти деревьев в этой зоне. Но местные жители решительно против проводимых коммунальщиками работ. И как нам стало известно, на момент выхода этого сюжета рытье котлована продолжилось. Надежда Бондаренко, Евгений Руденко, Седьмой канал. 185 лет исполнилось Черноморскому морскому пароходству. Ветеранов флота поздравляли курсанты морских учебных заведений. Собрались возле памятника погибшим морякам и судам в парке Шевченко. Здесь отметили юбилей и почтили память погибших. Можно сказать, вспоминаю и 185 лет, и вот этот памятник. Поэтому чувство двойственное, но все равно какая-то радостная часть в душе остается. Сами ветераны флота и администрации ЧМП собираются здесь ежегодно 16 мая. Говорят, чтят историю Черноморского морского пароходства. Она началась в далеком 1833 году. Было много всевозможных преобразований. Была и Новороссийская судоходная компания, было Черноморо-Азовское морское пароходство, было Черноморское морское пароходство, было Бласка, была АСК Бласка и последняя ГСК ЧМП. Поэтому флот всегда в Одессе был. Сейчас Черноморское морское пароходство, проходит период санации, есть все шансы на возрождение, говорит председатель организации ветеранов флота. Да и сами моряки надеются на это. Это же золотая жилка, пароход это золотая жилка. Его должны давно возродить, давно возродить, о чем конечно нет. Нововведения в автошколах. Экзамен на знания правил дорожного движения теперь сдают отдельно для каждой категории. Об этом рассказали в сервисном центре МВД Украины. Если раньше сдавались экзамены и в правила дорожного движения входили категории и А, и Б, и С, и Д, то сейчас конкретно, если возьмем категорию Б, то там экзамен сдается только по этой категории. То есть убрали вот эти грузовые автомобили и так далее. Кроме того, на сайте главного сервисного центра МВД Украины есть режим онлайн-тестирования. Пройти пробный экзамен на знания ПДД теперь можно, не выходя из дома. А еще на ресурсе доступны маршрутные карты, согласно которым будут проводить экзамен по вождению. На этом сайте граждане могут получать информацию, как можно подобрать автошколу, как можно пройти тесты для проверки знания правил дорожного движения, узнайомиться с маршрутными листами, с маршрутными мапами, где можно пройти практичные испытания, узнайомиться с чеками, листами, где можно обратить внимание, какие помилки допускаются при сдаче практичных испытаний. В Национальном парке Тузловские лиманы презентовали два туристических маршрута, однако официально туда приглашать путешественников пока не могут. В Минэкологии еще не утвердили план развития парка. Да и мнение экологов, и власти расходятся на счет зонирования территории. Подробности у моей коллеги Екатерины Банковой. Уникальная природа Тузловских лиманов могла бы привлекать тысячи туристов ежегодно. Однако разработанные эко-маршруты так и остаются неизведанными, а энтузиазм экологов разбивается в бюрократические проволочки. За два года существования Тузловской громады представители местного самоуправления пытаются развить едва ли не самый перспективный для региона вектор – туризм. Местные фауны и флора не имеют аналогов в Украине, а свойства лечебных грязей славятся далеко за ее пределами. Разработаны, но не используются. Речь об этом маршрутах, которые проходят от нулевого километра до Сальпрома по берегам Тузловских лиманов. Проблема в том, что все на сегодня маршруты еще не подтверждены. Не подтвержден план развития парка. Там идет проблема в зонувании нашей территории. Это очень большая проблема, потому что местная влада не хочет прислушаться к ученикам, к тому, что зонувание должно быть именно так, а не иначе. Утвердить план развития парка должны в Министерстве экологии, но уже два года этого не происходит. Все потому, что мнение экологов и властей насчет целевого использования территории расходится. Работники парка считают, зона может быть рекреационной, а их оппоненты, напротив, хотят сделать ее заповедной. Отдельного внимания достойны дороги, точнее, их отсутствие. Добраться к национальному парку крайне сложно. В Одессе рассказали о мероприятиях ко дню памяти жертв политических репрессий. Так, в четверг, 17 мая, в Кафедральном соборе на Екатерининской, 33, открывается польская выставка «Правда и память». Катынское преступление. А 19 и 20 мая на двух кладбищах пройдут поминальные молебны. Также накануне трагической даты вступают в силу изменения в законе о реабилитации жертв политических репрессий в Украине. Кардинально изменился закон о реабилитации. Включены практически все категории репрессированных Советского Союза, которые мы сумели по архивам выявить, узнать, определить. Поэтому любой человек, не только доживший до сегодняшнего дня, но и любой родственник, сейчас в архивы приходят правнуки. Это очень дорого и очень важно. Ну и накануне Константин Бочаров, он же Меловин, участник Евровидения 2018 от Украины, провел пресс-конференцию в Киеве. Он рассказал о том, как оценивает свое выступление и озвучил планы на будущее. Подробности далее в сюжете моих коллег. Свой номер Меловин отрепетировал перед финалом в Лиссабоне 15 раз. Впрочем, по словам артиста, выступление стало не таким сложным, как прохождение национального отбора в Украине. Несмотря на это, попробовать еще раз очутиться на сцене Евровидения одессит не хочет. Самую большую радость от Евровидения Константин Бочаров испытал сразу после выступления и в день возвращения в Украину. Телефон, почты, все было завалено. Поздравляем от Одессы, вообще от украинцев, что было очень приятно. Особенно, когда ты прилетаешь уже и стюардесса поздравляет тебя вслух, все жмут тебе руку, говорят тебе спасибо. Приятно, что люди у нас не забывают, что все-таки место это место, а отношение, оно совсем, это все по-другому. И это отношение было и очень приятно, за что просто всей Украине спасибо. В данное время артист готовится к туру по украинским городам. Начать планирует с Киева, а заключительный концерт даст в родной Одессе. Я никогда бы не сравнил, например, Одессу и Киев по настроению публики. Они абсолютно разные. Например, в Одессе она больше изысканная, у нее больше такого, такая, чуть-чуть разбалованная, потому что она одесская, она другая совсем. Но при этом она очень такая сочная. Да, у меня одесская публика – это очень сочная публика. Напомним, на песенном конкурсе Евровидения 2018 в Лиссабоне украинец занял 17 место из 26. Несмотря на низкие оценки жюри, по итогам зрительского голосования Меловин занял седьмое место. Больше всего баллов певцу дали Чехия, Польша и Беларусь. Победителем же конкурса стала певица Нета Барзилай из Израиля. Ольга Голодова, Богдан Красавцев, Юрий Юрченко, Седьмой канал. Ну и на этом у нас пока все. Информационные итоги среды мы, как всегда, подведем в ровно 8 вечера. Ну а на этом эфир седьмого канала прямой, эфир седьмого канала продолжается. Субтитры сделал DimaTorzok